Благословение Господне на вас, того благодатью и человека любим всегда, ныне, пристно и во веки веков! Аминь! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Христос воскресенье, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома! Христос воскресенье, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома! Христос воскресенье, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома! В воскресенье, Смертью Христос истинный Бог наш, молитвами при чистой Своей Матери, Святых славных и стихвальных апостолов, Преподобных Богоносных Отец наших, Иже во святых Отца нашего Иоанна Архиеписца по Константина Града Зотоустого, И святителя Николая Архиеписка Малекийского Чудотворца и праведной Тавифы, Иже и память ныне совершаем святых, праведный Бога Отец и Акиман и всех святых, Помилует и спасет нас, как облак и человека любит! Христос воскресенье! Во истину воскресенье! Христос воскресенье! Христос воскресенье! Христос воскресенье! Из мертвы смерти смех поправ! Иисущим от грабежьего дарова! Христос воскресенье! Из мертвы смерти смех поправ! Иисущим от грабежьего дарова! Сегодня слышали мы Евангелие от Иоанна, 5 глава. Эта неделя называется «Неделя о расслабленном». То есть, читалось Евангелие, как «Господь исцелил расслабленного». По нашему слову, парализованный человек. Ангел по временам сходил, говорит, в купельню, и возмущалась вода. По временам, то есть не в одно время, а неизвестно было, в какое время может сойти ангел. И кто первый спускался по возмущению, тот выздоравливал. А этот человек 38 лет был болен и лежал. Пока, говорит, я дойду, конечно, он ходить не мог. Как он дойдет? Может быть, как-то, представим, кое-как, или кто-то ему помогал, но пока донесут его, а там уже кто-то успел спрыгнуть. Все. А второй уже не получал. И Господь, хочешь быть здоровым? Хочу, говорит, но не могу я. Пока дойду уже вперед меня, опять кто-нибудь спускается. Возьми, говорит, постель твою и иди. И он взял и пошел. И вот святитель Иоанн Златоустый в одной из беседствах говорит так. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». А противники стали... В субботу это дело-то было. Зачем ты взял постель? Нельзя в субботу брать постель и идти. Это день покоя. Кто тот человек, который тебе сказал? Он говорит, «Да я не знаю, кто он». Он действительно не знал. А когда в храме-то уже увидел, тогда узнал, кто это. А Господь ему сказал, «Иди и впредь не греши, чтобы с тобой не случилось чего больше». И вот далее говорит так святитель, «Тяжкое зло – грех, зло и пагуба для души, а слишком усиливаясь, это зло часто касается и тела». Ведь большинство болезней наших от чего бывает? От невоздержанности. То есть от греховной жизни болезней это все больше бывает. «Мы остаемся бесчувственными, когда и нас сильно страждет душа у нас. А когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль». То есть здесь святитель говорит о том, когда душа страждет, знаем, что душа голодная, мы мало заботимся. «Да ну как, ну как-нибудь, как-нибудь, может быть и проживем, все люди так живут». А вот тело заболело, здесь уже и ищем лучших врачей, денег не жалеем, бабок разных ищем, где какая бабка может заговорить эту болячку. «Пошли тогда везде, и там уже и Кашпировских, и Чумаков собирают люди, чего только нет, и заряжают, и зубную, и обувную пасту заряжают, только чтобы, только бы здоровья». «Поэтому-то Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказания низшей части и высшая получила какое-нибудь врачевание». «Так у Коринфян Павел исправил блудника, удержав болезнь души, казнью тела, так и Христос поступил с расслабленным». Вот как он сам выражает это, когда говорит, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Мы часто этого не замечаем, и что случилось, мы сразу у нас первое «За что, Господи?» «Не за что, вроде, мне. За что, Господи, это опять меня поступило болезнь?» «Чему же мы отсюда научаемся?» Во-первых, что болезнь произошла у него от грехов. Во-вторых, что учение о гиене справедливо. Третьих, что наказание в ней будет продолжительно, бесконечно. Где же те, которые говорят, «Я в один час совершил убийство, в краткое время любодействовал, и неужели буду наказываться вечно?» И сегодня даже богословы православные говорят, нет, вечного мучения не может быть. Бог, Он есть любовь. Разве кто любит, может вечно наказывать? Не может быть. Прямо среди известных богословов такое уже возникает учение, что не вечное будет мучение. Вот и расслабленный не столько лет грешил, сколько терпел наказание, и почти целую жизнь человеческую провел в непрерывном мучении. Грехи судятся не по времени, а по своему существу преступлений. При этом надо бы принять во внимание и то, что хотя бы мы претерпевали тяжкое наказание за прежние свои грехи, но если снова впадем в те же пороки, то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию, и это совершенно справедливо. И одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды, но если он, не вразумившись от понесенного наказания, снова дерзает на то же самое, то по справедливости снова подвергается наказанию, которое сам на себя навлекает. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!